Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть такая есть атмосфера, что вы как бы в здании, одновременно вы вне здания. Это дом для исследователей, а это студенческое общежитие. Это последняя иллюстрация здесь. Я ничего не хочу сейчас говорить о дневном свете намеренно, потому что на эту тему сейчас идут исследования, где тестируются параметры проникновения дневного света внутрь такого помещения. Это фрагменты интерьера. Это интерьер большого лекционного зала. Также внизу располагается зона ресепшн. Есть стратегия «Plugin Plugout». Внутри города располагаются студенческие общежития. И офисы, где могут в создании принять участие урбанисты, архитекторы и поработать над их планированием и создать на их территории даже небольшую площадь. Территория одного здания. Получается, таким образом мы располагаем студентов внутри города. Это так называемый дом для проживания студентов. Типа общежития. Концепт-дизайн. Небольшие квартирки. И чуть побольше, и чуть побольше. То есть, получается, работает эффект масштабирования для разных потребностей. Один студент может проживать здесь, которому нужен туалет, душ. И место, где можно спать, отдыхать и небольшая кухонька. Освещение с двух сторон. В Швеции это вообще не вопрос. Но к этому мы можем добавлять, добавлять эти решения. И таким образом у вас, получается, там может жить и один человек, и одновременно два человека в одном и том же блоке. Это серия таких проектов. Есть еще один университетский проект. В городе Кристиан-Сенте. Раньше он был датским городом. 80 тысяч человек населения. В Кристиан-Сенте следующая сложная ситуация. У них имеется кампус, который расположен за пределами города. Это городской центр. И вот здесь расположена поликлиника и больница. Это тоже очередной конкурсный проект, где мы выиграли конкурс. Студенты, находясь на занятиях, не присутствуют в городе. Поэтому нужно сделать так, чтобы Кристиан-Сент воспринимался и стал городом знаний. У них много студентов, там учатся 12-15 тысяч человек. Это студенты. И очень жаль, что студенты не присутствуют в активной части города. Потому что студенты и их присутствие создают атмосферу и меняют ментальность города. Приезжаешь в Кристиан-Сент, и ты должен чувствовать атмосферу интеллектуальных дискуссий. И не только. То есть нужно приглашать студентов в центр города различными методами. Наша задача заключалась в том, чтобы выработать такую стратегию, которая бы позволила нам это осуществить. В тот момент мы работали с ландшафтом. Ландшафт был у нас основным приоритетом. Конечно же, можно много чего создавать, но это достаточно наивно. Поэтому мы пытались использовать так называемые new arrivals. новое решение. И мы попытались подчеркнуть роль университета академическим образом. Мы работали, создавая особые пути, которые могли бы помочь студентам попасть в город. Чтобы можно было попасть в город очень просто, но в долгосрочной перспективе осуществить это слияние с кампусом и более серьезно. Мы убедили их в этой концепции, и они проникнулись этой идеей, и решили вписать ее в территорию оздоровительного центра и больницы. То есть мы выработали эту концепцию точек соприкосновения, через которые люди будут попадать в город, и которые будут являться точками соединения и кампуса, и оздоровительного центра и больницы с городом. Поэтому кампус может в результате решать и академические, и городские вопросы, что хорошо. И университет программируется теперь по-другому, потому что мы отходим от монофункциональности и обращенности на себя, интровертности, и мы попытались и пытаемся сделать так, чтобы эти пространства программным образом менялись и создавали более инновационную среду для учащихся и для преподавательского состава. Так называемый плагин, городской плагин. Мы создаем так называемый сити лаунж, некий гибрид, где культурно-университетская и бизнес-жизнь существуют сочетания и дополняют друг друга в течение дня. Поэтому мы создаем совместный проект, где университет дополняет бизнес, а бизнес дополняет университет. Мы также работали и над территорией оздоровительного центра и больницы. Она в нынешнем представлении, какие-то здания могут быть снесены, будет построен новый мост. В принципе, здесь можно создать новую частную клинику, оздоровительный центр, более приватный, и обеспечить связь между больницей, кампусом и городом. Таким образом, будет много линков, соединяющих эти зоны с городом. Это начало уже разрабатываться с конца ноября, и сейчас идется удивительное планирование. Мы создали... Я вам сейчас хочу показать, как сделать так, чтобы точки соприкосновения действительно были заметны, были заметны сразу же. Мы создали основные рекомендации по созданию атмосферы, программированию, освещению, поэтому мы рассматривали проект глобально. То есть мы пытаемся запрограммировать среду, городскую среду, кампус, пытаемся организовать зону для обучения, для получения знаний, и как организовать в них работу. Что мы, собственно, и сделали для того, чтобы это происходило на самом деле в жизни. Начинаем с небольшого, с малого, но делаем эти проекты заметными, чтобы эти все проекты были потом реализованы. Давайте вернемся в 2004 год. Это проект Better Cheaper Housing, Better Cheaper Housing, то есть получается дешевое, качественное жилье, дешевое, качественное жилье. Здесь ошибка, там не 1200, а 275, по-моему, квартир, точнее, таких вот блоков зданий от 60 квадратных метров до 80, до 120 квадратных метров, то есть можно спланировать семейное расположение в этих блоках знаний. Поскольку это качественное, но дешевое жилье, мы работаем над расположением окон и используем их в том числе и как дверь в некоторых случаях, на что бы из них проникало достаточное количество света. Я не знаю, как это называется по-английски, но доступ туда, я забыла, как это называется по-английски, осуществляется через эти вот конструкции. Я забыл, это неизвестно. То есть по этим конструкциям вы можете попасть в здании. И я считаю, что возникает вот вопрос, вопрос, как реорганизовать, как реорганизовать эти дома, как можно работать в пространстве, как можно работать с масштабом, как можно работать так, чтобы в будущем эти дома были заметны и видны. Таким образом создаются условия, приятные, пригодные для жизни, в которых перемещение из одного, например, блока в другой осуществляется просто легко. Они имеют естественное расположение, которое позволяет легко там перемещаться по всей этой территории. Вот смотрите, входы в квартиры. 20-летний юбилей, мы отмечаем и мы попросили одного новеллиста описать повседневную жизнь в такой зоне и в нее получилось написать о том, как организация жизненного пространства влияет на повседневную жизнь людей, которые населяют эту территорию. И как важно иметь правильно организованный доступ к этому жилью, к квартирам, и не только. Так что вот эта прозрачность и атмосфера заботы очень важна при плотной застройке, при плотной планировке. последний проект, который я бы хотел вам показать, МЭСи, Эволюшн Сити в Мальму. Я говорю об университетической перспективе. Флеминг может рассказать об этом проекте как о чем-то другом, но в любом случае он является собой прекрасный пример, прекрасный результат планирования, которое мы осуществили где-то в 2000 году и в Мальме в Швеции. И вот что мы сделали. Мы создали так называемые способы коммуникации в этом городе, чтобы люди образовывали такой трафик, который позволил бы им работать вместе и мы создали проект Эволюшн Сити. В этом участке города располагаются компании и здания университета. и мы хотели сделать так, чтобы и университет, и компании, и бизнесы друг с другом соприкасались. Это новая концепция. Поэтому осуществляется программа создания офисного здания на 10 тысяч квадратных метров, которая была достойна награды архитектурной архитектурной нормальной в 12-м году, чтобы все в доме создавало располагающую обстановку. Мы черпали аналогии уже в существующих городских решениях, которые открываются прямо на улице, где есть кафе, который выходит на улицу. основной вход это та точка, где мы находимся, где мы стоим. Идея заключалась в прозрачности, идея заключалась в пересмотре зданий, помещений, которые бы могли располагать конкурирующие компании, а не конкурирующие компании, но это не важно. Они также могут сотрудничать и сотрудничать друг с другом. Наша студия там также располагается. Они и конкурируют, как я уже сказала, и сотрудничают, и у них есть встречи по пятницам раз в месяц в пабе, в баре, и они там собираются, общаются и пьют пиво, общаются на разные темы. И это также используется как такой офис для работы, короткой, которая подразумевает несколько часов работы, короткие встречи, совещания сотрудников, которые работают в этом же здании. Работа и учеба изменились. Эти люди просто вроде сидят, ничем не занимаются, но они на самом деле работают. Это новые способы работы, и мы должны приспособить здания и помещения к этим новым способом работы, то есть в будущем мы тоже должны эти изменения учитывать, обеспечить пространство комфортное для работы и проживания. То есть важная прозрачность, открытость и взаимодействие с городом, обмен с городом, чтобы у нас было видение того, как можно преобразить город, что будет очень важно в будущем. И мы этим всегда пользуемся, потому что крайне важно обеспечить диалог с кампусом, с бизнесом, и мы должны сделать так, чтобы мы использовали концепцию добавленной выгоды и пользы. Дело здесь в выгоде не обязательно экономической. Дело в том, что если вы новатор и новатор, то вы серьезно относитесь к такому подходу и сделаете жизнь максимально комфортной людей. В конце своей презентации я хочу отметить, что для того, чтобы в будущем осуществить правильное социальное программирование, нам, урбанистам, нужно создать общее мнение, общий взгляд на ситуацию, и мы должны использовать общий подход, глобальный подход, думать все о социальном программировании и создавать инструменты для наших клиентов, чтобы в будущем мы не повторяли будущих ошибок, а создавали все лучше и лучше. Мы должны работать, создавая надежные решения и разрабатывать проактивные стратегии. В будущем если мы нацелены на будущее, то мы должны упреждать события, предвидеть будущее события. То есть мы должны порассчитывать с какими сложностями нам придется столкнуться и быть адаптивными. Я считаю, что планирование в краткосрочной перспективе основополагающие принципы помогут сделать правильный выбор и подумать о долгосрочной стратегии развития. это тоже очень важно. Может быть, стоит несколько слов и о свете сказать в конце. Мы вечером вчера в посольстве обсуждали эту тему. Я хочу сказать, что Ханс Андерсон, Христиан Андерсон, датский писатель, который написал прекрасный роман про тень. Без света не будет тени. Андерсон писал о человеке, который потерял свою тень. Потеряв тень, человек потерял свою идентичность, свой образ и где-то в 19 веке этот человек пытался с этой сложностью бороться с потерянной тенью. Когда он поправился, у него снова появилась тень. О чем говорит этот рассказ? Наверное, о том, как важен свет. Без света не будет тени. И я считаю, что тень и это и есть наша идентичность всех нас. Вот что я считаю. Большое спасибо. вы сказали, что у вас будет провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть ли вопрос? Может быть на английском языке тоже? Да, пожалуйста. как добиться здесь? Вообще-то интересный вопрос, потому что меня в Дании задали такой же вопрос. Это очень интересный вопрос. Помните, я показывал пример города Трансенцент? Я считаю, что для того, чтобы осуществить это общее видение, это не всегда бывает просто. Я считаю, что Москва это огромный город, но вполне возможно создать сотрудничество между муниципалитетами, клиентами, стейкхолдерами и консультантами для того, чтобы создать такие пространства, чтобы в будущем развивать. Как только у вас возникнет идея на тему того, чем вы хотите сделать эту зону, сделать ее диверсифицированной, у вас будет получаться, чтобы, вот, например, вы хотите оживить городскую жизнь, больше видеть людей на улице, студентов, или вы хотите создать ее более населенной жильцами. То есть, как только вы это видение сформулируете, запишите эти параметры, если вы сможете встроить концепцию планирования, все получится. Конечно же, я немножко из другой среды, но как только договорятся правильные люди, нужные люди, и если мы будем работать с небольшими участками городского пространства и сможем решить все эти вопросы, расположив там, например, жилые города, которые будут отделены от города. Ну, как сказать, все. Я показала этот пример с Кристин Сент, потому что город, университет выделили специалистов, двух-трех человек, и они расписали, что мы хотим сделать, и свою ответственность определили. вот, мы должны сделать то-то-то для того, чтобы пригласить студентов в город, чтобы студенты ходили в центр города. они спланировали это заблаговременно, написали целую работу, нужно было договориться о таких действиях. и когда возникала проблема, они также могли ее решить, потому что они знали, чего они хотят достичь. сделать вопрос. И они должны увидеть, что они хотят achieve. Да, я должна сказать, что можно сделать так, чтобы все стейкхолдеры видели один и тот же потенциал, чтобы инвесторы видели один и тот же потенциал, и чтобы муниципальные власти тоже представляли такое же решение. Вот, наверное, тут роль архитектора-то и меняется, она изменилась, потому что нам раньше казалось, что мы должны проектировать дома, но на самом деле архитекторы должны научить и власти, и городские, и клиента видеть потенциал в том, что уже есть в той или иной территории. Да, конечно. Вы показываете такие же амбиции. Когда я показываю мультимедиа Evolution City, там есть такое видение, когда помещение дома создает отсутствие диалога, диалога с городом, университетского городка, диалог с бизнесом и так далее. То есть, когда архитекторы должны запрограммировать среду с кафе, с аудиторией, в этом случае архитектор, если не будет такого использования подхода, он разрушит все видение, таким образом мы должны работать все стабильно. Спасибо вам за вопрос. А еще будут вопросы? У вас, наверное, был вопрос? Нет, я не думаю, что это больше вопрос, но я думаю, что это говорит о том, что, как раз в разных городах мы живем, Это что вы уже показали, что мы хотели бы это сделать, но как бы все эти вещи, которые были вместе, они являются другими реалитами. Но, в любом случае, для нас, как студенты, или для других, это может быть очень приятный опыт. Я хочу сказать, что это не так-то просто, но это звучит просто, но это не просто. Может быть, у нас есть традиция, где граждане, обитатели города, их просят вступить в диалог. Это достаточно долгий период. Мы над этим работаем 20 лет. И, конечно же, мы создаем такую атмосферу диалога, встреч, но воркшопы и прочие процессы сейчас оцениваются как очень важная вещь. Потому как здесь важен конкурс, конкуренция. Города, кампусы, университеты конкурируют друг с другом, бизнесы конкурируют друг с другом. И работа в таких условиях позволяет адаптироваться к таким условиям, как стать лучше, как учиться друг у друга. Так что это необходимость. Когда сложности становятся необходимостью, и, конечно же, муниципальные власти и бизнесы, они гораздо больше склонны к такому процессу обращаться. Вот если взять, например, проект Форуса, там им было все равно, но потом глава Статойл, если бы им было все равно, не принял бы решение там ничего строить. Естественно, они потеряли бы всю привлекательность в этом проекте. А так очень приятно, что туда инженеры со всего мира приезжают и работают на этих буровых платформах в Северном море, добывают нефть. Главное — настрой. Настрой изменился не только в некоторых странах Европы. Тот же Шанхай, если взять, они конкурируют друг с другом. Мы просто работаем с этим по-другому, не так, как они. У нас более социально-демократически сбалансированное общество. Может быть, в этих условиях для нас является более естественным. И выработать такой вот способ, договориться со стейкхолдерами, с участниками этого процесса. Это вынужденный процесс, потому что любой университет встречает такие сложности. Пригласить лучшую профессуру из Стэнфорда, пригласить, набрать лучших студентов со всего мира и учить их там. За счет чего мы их будем привлекать? Лучшую профессуру иностранных студентов. Вот что будет привлекать их? Чтобы они приехали в любой городок, не только в Москву. Это возможность повысить свой уровень. И таким образом вы уже потом поймете, к кому обращаться для решения таких вопросов. Это, в общем-то, экономические вопросы, не правда ли? Хотя они, в общем-то, облечены в низкой оболочке. Я считаю, что в вашем вопросе, на вашем вопросе можно увидеть так и так. В Мальме, например, есть огромный парк Скейллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Принципалитет не осознавал сначала его успеха, а потом, спустя какое-то время, обратились уже родители детишек, которые отправлялись в Нальму из Испании, из Португалии кататься на коньяках подростки, 16-летние. То есть, получается, что такой проект, парк для Тани на коньяках, имел очень высокую ценность, добавочную ценность. Но бесспорно, муниципальные власти обязаны делать такие социально важные проекты. Им полагается это делать по правилам, но во многих других случаях нанимаются консультанты там, где интересы других стейк-колдеров преследуются. То есть, нельзя сказать, что одно хорошо, другое плохо. Везде есть свои за и против. И если ты приглашаешь консультантов, то стоит подумать о том, что их услуги тоже стоят денег. Так что, можно сделать по-разному. Ну, вы устали, я тоже устала. Все нормально. Давайте, когда поблагодарим Тани на коньяках, за прекрасный момент.